Всем доброго времени суток! В каждом саду есть такие участки, куда солнце проникает нечасто, а большинство декоративных растений предпочитают солнечные места в саду. Но тем не менее, даже тенистый сад можно украсить красивыми, теневыносливыми многолетними растениями с эффектным внешним видом. О таких фаворитах тенистого сада, растущих в моих цветниках, я сегодня и расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, первый представитель остильба. Род многолетних растений семейства камнеломковые. У меня только два кустика. Хотя, если у кого-то позволяет площадь, то высаженные массивом эти растения смотрятся намного красивее. Это фотоцветение именно этой остильбы и также с другого ракурса. Это растение предпочитает полузатененный участок. Во-первых, ее нежные резные листья не любят прямые солнечные лучи. Во-вторых, корневая система не терпит перегревания. В-третьих, растение не выносит пересохший грунт. Поэтому остильбу лучше высаживать в тенечке, а землю вокруг мульчировать. К виду почвы она непривередлива. Но грунт для остильбы постоянно должен быть слегка влажным, поскольку она не выносит долговременную засуху. Рекомендуется выбрать место с высоким залеганием грунтовых вод. Для выращивания остильбы отлично подходят суглинки. В этом миксбордере растет второй костик остильбы. И почти в полной тени она сохраняет ажурность и цветность листвы. Именно с этой остильбой я допустила ошибку, высадив ее перед домом, где солнечное и сухое место. Она начала сохнуть. Быстро спохватившись, я ее пересадила. И ей пришлось, как видите по душе, это полутень миксбордера. Сейчас осень, и это, конечно же, не пик ее цветения. Но провизуализировать мы можем. Вот так цветет она летом. И кого интересует остильба, я на экране напишу достаточно зимостойкие сорта этого растения. А так как на страницах популярных интернет-ресурсов часто можно увидеть растущих дуэтом теневыносливую остильбу и теневыносливую хосту, то именно хосте я отдаю следующее место. Популярный многолетник с элегантными, изысканными, волшебными расцветками листьев. Голубые, сизые, зеленые, золотистые листья хост с контрастными каемками и полосами образуют пышные долговечные кусты. Вносят в палитру сада необыкновенные краски, расцвечивая тенистые его уголки. Так выглядела хоста Франсе до того, как ее позолотила осень. Но и такой она мне очень нравится. Еще одна позолоченная осенью хоста. Обе растут не в тени, но надо учитывать наш климат. Летом плюс 25, плюс 28 – это уже для нас жарко. И такие периоды очень редкие. Летом человек в курточке – это привычное для нас явление. Эти две хосты, находящиеся не в тени, растут у нас прекрасно, но желтеют быстрее тех, которые находятся в полутени. Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым растением, к удивлению многих. А вот так выглядят на сегодняшний день хосты, которые росли все время в теневом месте. В этом миксбордере я создавала небольшую ярусность. Об этом есть отдельное видео. И хосты здесь посажены в большие цветочные вазоны без дна. Позади стоящий вазон находится на 5-7 сантиметров выше впереди стоящего. Слизни с этими хостами больше не дружат. Грунт использован самый обычный. Хосты еще и весьма холодостойкие. Климатические зоны 3-8. Однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков. Бытует мнение, что некоторые разновидности с желтыми пятнами выглядят лучше на ярком солнце. Однако у других оно может вызвать ожоги листьев. И я сейчас покажу вам такую хосту. Здесь у меня их тоже несколько. Но речь идет именно об этой. Вначале она росла на абсолютном солнце и не защищенная от ветра. Листья сразу же получили ожоги. А приростов не наблюдалось. Пересадив ее в тень, листовая масса растения восстановилась. И появились новые приросты. Никогда не поздно исправить ошибку. Тем более, что хоста очень охотно поддается на пересадку. И затем может расти на одном месте десятки лет. Благодаря контрасту, который создают простые крупные листья хост, у садоводов есть замечательная возможность создавать оригинальные и изысканные сочетания. Хоста – уникальное растение и может играть разные роли в садовом дизайне. Они хорошо поддаются выращиванию в горшках, которыми можно украсить патио или отдельные неуютные уголки сада. Здесь я показываю свои хосты в горшках. Пожелтевшие – это те, которые находились больше на солнце. А зеленой листвой – те, что были постоянно здесь, в полутени. Сюда солнце приходит после 15 часов дня и также рано уходит. Все эти хосты остаются зимой на улице, под стеной дома. Здесь нет ветра. И хоть какое-то тепло стены не дает растениям так промерзать, как на открытой местности. Для голубых, насыщенно-зеленых, темно-полосатых, серебром, хорошими соседями станут теневыносливые папоротники и гейхеры. Именно о них пойдет дальше речь. Гейхера – следующее многолетнее травянистое теневыносливое растение. Благодаря интенсивной работе селекционеров мы получили на сегодняшний день целую линейку новых оригинальных сортов, потрясающие формы и окраски листьев. У меня немного гейхер. Из них парочка темных сортов. Именно темные сорта более устойчивы к солнцу и в то же время лучше выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прыхлые почвы Содержащие гумус Зона зимостойкости 4 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующее многолетнее травянистое растение Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крупные блестящие листья бадана Остаются декоративными до зимы Только краснеют с наступлением морозов Так как бадан теневыносливое растение То все баданы хорошо растут в тени Или полутени А вот на солнце совсем не разрастаются И имеют угнетенный вид Или снижается декоративность листвы Кроме того, бадан очень зимостоек Он легко переносит осенние морозы Его листья зимуют под снегом Бадан, как и хоста, считается долгожителем И растет на одном месте до 10 лет и более Хоть он и не требователен к почвам Но все-таки лучше растет на легких Достаточно увлажненных, богатых перегноем почвах В эту часть сада этим летом Я высадила одно растение Конечно же, в это осеннее время Оно выглядит неприглядно Это клопогон У меня сорт брюнеты Я поставлю картинку, как выглядит клопогон И буду о нем рассказывать Клопогоны не отличаются богатой палитрой окрасок цветков Но удивляют разнообразным строением соцветий Демонстрируя прямые и изогнутые Ветвящиеся и неразветвленные Узкие и широкие кисти Цветут обильно, долго и весьма эффектно Особый шарм маленьким цветкам Придают многочисленные длинные тычинки Дополнительный бонус некоторых видов и сортов Нежный сладкий аромат Клопогоны предпочитают влажные, плодородные почвы Полутенистые и тенистые места Хорошо реагируют на эмульчирование почвы перегноем Причем не только летом Но и осенью после удаления высохшей надземной части В таком виде они прекрасно переносят зиму В уходе некапризны Практически не повреждаются вредителями И не поражаются болезнями Они отличные претенденты для стабильных садовых композиций На одном месте живут долго В среднем 15-20 лет Легко переносят пересадку Но учтите, клопогоны не любят плотную посадку Зона зимостойкости 4 Хотя и не сезон цветения Но не могу не остановиться на таком растении, как водосбор Или по-научному аквилегия Она хорошо себя чувствует на дренированной почве в полутени Поэтому ее лучше сажать под деревьями Рядом с кустарником Или в смешанной посадке с поликрупными растениями У меня она разрослась по всему саду Где только возможно Под каждым кустом, где есть полутень Высажены на солнце Цветки аквилегии мельчают И срок их цветения заметно сокращается Цветет водосбор в начале лета И продолжительность цветения достигает 30 дней Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как вот я показываю пример растущего папоротника у нас перед домом Здесь солнечный участок и невлажный грунт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok